сейчас у меня распаковка посылки вот ее номер посылка интересная всем известно что на шкоде октавии очень слабый свет фар и вот я купил себе комплект светодиодных ламп h4 mini led lens вот так запаковано в коробке это две лампочки для подфарников наверное ну это как подарок значит перчатки что одна перчатка чтобы брать руками вот это наклейки если я хочу более теплый свет они белый можно будет конечно это уменьшит поток но я хочу поток побольше вот такие лампы сейчас проверим вот так это выглядит здесь линза закрыта пленочкой один светодиод и скорее всего там дальше второй светодиод драйвер написано 1224 то есть можно и такой и такой цоколь как раз для него и как видим он охлаждаемый с потому что я взял самый мощный на 10000 люмен написано как чем проверить я не знаю значит здесь у нас есть разъем не знаю как его разъединить и вот здесь у меня есть такой крепеж под цоколь такой же так и будем вставлять единственный момент фару я уже разобрал это я уже отполировал фару еще не правда не поставил пленку и вот она сюда вставляется единственное что для того чтобы вставить вот тот вот тот отражатель нужно убрать отсюда он будет использоваться без отражателя здесь есть свой оптика для того чтобы убрать отражатель нужно открутить вот здесь ну а пока ну а пока просто проверим работает ли вот так единственный момент что чтобы подсоединить сюда мне нужно на место отнести вот как-то так еще немножко не вижу видно или нет сейчас посмотрю подключить фишку и сейчас включу снимаю а пленку и включу свет вот так вот вот так вот вот так вот вентилятор работает свет горит горит ярко в принципе все работает поэтому как бы теперь я пробую поставить ее в лампочку и будем тестировать разницу я уже сейчас вижу во всяком случае это очень белый свет очень белый а здесь по сравнению но явно желтый и здесь еще не полированная вот такая сетка на лампе не полированная оптика а здесь будет полирована ну и посмотрим разницу работает все в порядке сейчас проверим вставлю и посмотрим как это какую разницу освещение она дает вот так все все Продолжение следует... Значит, отражатель это вот такая структура, которая в принципе туда входит и выходит без вопросов. Так специально сделан. Ну и теперь туда записываем лампу по форме вот так. Как ее тут закрепить, честно говоря, не знаю. Нужно сначала закрепить винтик. Здесь есть места. То есть или засверлиться здесь для того, чтобы прикручиваться. Сейчас буду смотреть, что нужно сделать. Ну или прикрутить этот винтик так, с той стороны поставить гаечку. Прикрутить так, чтобы все-таки работала вот эта пружинка. Ну, сейчас посмотрим. В принципе, все. Вопрос только закроется ли. Это будем сейчас смотреть. В принципе, мне кажется, что уместиться можно. Будет и хорошо регулироваться. Уместиться каким-то образом может быть и можно. Сейчас будем смотреть. Итак, как я вышел из этой ситуации, чтобы все-таки поставить эту пружинку, которая будет держать лампу. Я сюда вместо винтика, он тут совсем маленький, наверное на два с половиной, поставил саморез. Ну, саморез можно сказать, который чуть большего диаметра, и он хорошо врезался и закрепил пружинку. Все. Теперь я могу этой же пружинкой закрепить, чтобы не терпалась лампа. Штатно. Значит, вот сюда вставляю драйвер. А вот сюда, вот сюда. Вот как-то так. Сейчас покажу. Вставляю пружинку. Держится. Вставил фишку. И фишку как-то так задавливаю. И вот сюда. Ну, собственно, все. Теперь надо поставить вот так вот. Закрылась. Будет ли она свободно регулироваться, не могу сказать. Ну, замкнулась. Вставилась, замкнулась. Теперь я ставлю на место. И сейчас протестирую разницу между обыкновенной галогинкой и еще не полированной лампочкой. Я потом полированным стеклом. Здесь уже отполированной. Я потом отполирую. Но сейчас посмотрю эту разницу. Перед этим я снял разницу между в два раза. Обыкновенная лампа. Полированное. Стекло полировано в два раза. Ярче. Стало гореть. Я, может быть, даже не менял бы свет. В два раза ярче стало. Но это еще раз в пять должно увеличить. Ставлю на место оптику. И сейчас сниму видео как это. Как раз темно. Сейчас я при свете все это делаю. Вот так это выглядит. Не знаю. Мне кажется, там нужно будет оптику немножко почистить. Она какая-то не очень чистая. Возьму палочки ватные. И если присмотреться, то сама линза, мне кажется, с обратной стороны в пыли. Сейчас сначала я пыль уберу. А потом продолжу. Ну что же. Хочу сказать, что пришлось найти мне специальную салфетку для оптики. Потом мне спирт. Сначала спиртом протру. Потому что, мне кажется, от вот этой пленки часть клея. Она клеевая. В прямом смысле. Клеевая. И мне кажется, что часть клея с этой стороны осталась, с наружной. Это я уберу спиртом. Ну и это такая салфетка без ворсовая. Ну а с той стороны пыль. Гонял-гонял сухой. И так и не смог согнать. Вот. Откладываем и протираем на сухой частью. Нашел только одну, поэтому разорвал пополам. И вот так. Совсем другое дело. Рекомендую перед использованием протереть. Особенно снаружи. Вот как-то мне увиделось, что клей остался. Ну и все. Теперь заново устанавливаем. И уже поставлю прямо на место. И буду испытывать. Очень мне интересен результат. Опять. Как можно компактнее так, чтобы она сверху здесь поместилась. Чтобы все-таки была возможность ему не здесь сверху, а по бокам. Чтобы часть регулировки все-таки осталась из автомобиля. Когда регулируем выше-ниже. Собираю и буду проводить. Ну что же. Вот такая разница между светодиодным. И сейчас попытаюсь уменьшить яркость. Чтобы не было засвета. Ну вот. Такая разница между светодиодным. Ну очень существенная. Причем на улице прямо очень хорошо. Чуть выше стоит правая. Как-то не смог еще выше поднять. Видимо мешает. Вот. Ну вот такая разница. Вот такая разница.